Здоровые зубы и зубная паста своими руками. Я Фролов Юрий Андреевич, биолог, аналитик, изобретатель и предприниматель. Продолжаю свою рубрику «Век живи, век учись». И сегодня расскажу я вам о зубах все, что только нужно знать любому человеку для сохранения здоровых зубов на всю жизнь. Слушайте внимательно всю мою лекцию целиком. Тут ничего лишнего и ненужного нет. Если вы учтете и будете применять все мои советы, данные в этой лекции, то сохраните все свои оставшиеся к данному моменту времени зубы в здоровом состоянии. Но ваши дети смогут их навсегда, на всю жизнь сохранить здоровыми. Итак, стоматология полагает, что кислоты, вырабатываемые бактериями, разрушают зубную эмаль, вызывая кариес. Что остатки пищи между зубов и есть питание для бактерий. Потому нужна зубная паста, нить и регулярные походы к стоматологам. Но кариесы неизбежны, а питание тут вовсе ни при чем. И зубные врачи даже не предлагают его скорректировать, изменить питание. А как в той рекламе по телевидению говорит один малахольный молодой стоматолог, потакая желаниями пищевой индустрии, плывущих в матрице цивилизации обывателей. Я, говорит он, считаю, жизнь без кофе и мороженого просто невыносимой. Ох, какой он ранимый и такой душевной организацией. А если питание для зубов, какое это должно быть питание? Можно ли их сохранить вообще? Как тогда питаться? Что нельзя, что можно? Вот слушайте, и вы узнаете все как есть, без прикрас. Только истину, только факты. Так вот, бактерии во рту есть и вредные, но есть и полезные. Без них не будет нормального пищеварения. К тому же наши родные естественные симбиотические бактерии, напротив, защищают зубы от кариеса. Вы слышали о людях, которые не чистили зубы и у которых не было кариеса? Такие люди были, ведь бактерии во рту не главная причина кариеса. Итак, что же вы сегодня узнаете из данного моего видео? Первое, от чего зависит здоровье зубов. Второе, что именно разрушает зубы современного человека. Третье, убийство себя зубными пастами с фтором и другими ядохимикатами. Четвертое, сахар бактерий дисбактериоз. Пятое, гигиены полости рта, чтобы зубы не портились. Седьмое, натуральное отбеливание зубов дома. Восьмое, питание для зубов, необходимые продукты. Девятое, скорая домашняя помощь при зубной боли. Десятое, выращивание новых зубов в любом возрасте. И одиннадцатое, лучшая зубная паста своими руками. Интересно? Важно это знать? Да еще как. Итак, природно запрограммированная защита зуба от разрушения вообще-то зависит от плотности структуры зубной ткани. А это то, что называют генетикой. Когда и практически, чтобы человек не ел, у него зубы не портятся. Даже при минимальном уходе за ними. К примеру, таким человеком был один из двух моих дедов. Ни одной дырки за всю жизнь у него не было. Но не будем глядеть на такие примеры и верить в почти невозможное теперь. Надо быть реалистами в нынешней, другой, индустриальной, рафинированной, безумной жизни. Здоровые зубы это не просто программа от природы. Она у всех одинакова, так как матрица, то есть программа, едина и одна на всех. Но вот внутриутробное развитие плода уже иное дело. Развитие у всех идет по-разному. Это и обеспечение или не обеспечение плода всеми минералами, витаминами и другими жизненно важными элементами питания при его формировании и развитии. Это и формирование диаметра кровеносных и лимфатических зубных сосудов. Это и прочие параметры и факторы. То есть вот это уже по-разному у всех людей происходит. И это зависит от образа жизни матери во время беременности и от кормления грудью ребенка от продуктов, которые получает мать до и во время беременности. Еще вот что мало кто знает, но это крайне важно знать. Если у человека здоровые зубы, значит, скорее всего, и почти всегда именно так и есть, у таких людей всегда здоровые околоушные слюнные железы. Кстати, обязательно посмотрите эти мои две лекции, касаемые в том числе здоровья зубов. Это пищеварительная система и лекция дисбактериоз. Ссылки на эти и другие очень важные видео, что я настоятельно вам рекомендую посмотреть, будут по ссылкам под этим видео. Не поленитесь это сделать, это же ваше здоровье. Гигиена – это не только чистка зубов порошками и пастами, не только очищение межзубного пространства зубной нитью, но и очищение языка от скопившихся за ночь трупиков грибков микромицетов, то есть дрожжевых и плесневых грибков, и бактерий. Эту проблему, кстати, видно, когда у вас язык белый или серый по утрам. И не только со скабливанием налета ложкой, но и полосканием полости рта растительным маслом. И такое полоскание еще и хорошая тренировка слюных желез для укрепления общих обменных процессов во рту, в ротовой полости. Как это делать? Слушайте. Здоровье лимфы, полости рта и зубных канальцев – это процедура полоскания полости рта маслом по утрам, а потом чистка зубов. Итак, утром еще до чистки зубов наберите пол рта масла, оливкового или подсолнечного, и взбивайте его языком во рту. Чтобы масло касалось и неба тоже. Таким образом, минут 10-15 ни в коем случае не проглатывайте. На первых парах некоторые могут захотеть раньше выплюнуть. Тогда повторите подход заново. После завершения процедуры выплюньте отработанное масло в раковину. Как правило, масло становится белого цвета, увидите сами. А потом прополощите рот и почистите зубы качественной, био- или самостоятельно приготовленной зубной пастой. Прополощите хорошенько рот от пасты. Так надо делать каждое утро месяца три подряд, или вообще постоянно. Что лучше? Эта процедура позволит очистить слюны и железы, наладит естественную дезинфекцию полости рта здоровой и полноценной слюной, улучшит пищеварение, так как оно начинается во рту, а не в желудке, очистит кожу и подчелюстные лимфоузлы, укрепит зубы и не только. Учтите, запах изо рта – это всегда показатель наличия грибков и бактерий в организме. Редко этот запах может быть из желудка. Еще запах бывает от проблем, связанных с лор, с заболеваниями типа фаренгита. Тогда это уже бактерии, стафилококки и стриптококки. В любом случае, важным средством, помимо полоскания маслом по утрам, будет полоскание по вечерам, уже после чистки зубов, полость рта раствором прополиса. Это делается так. Разведите 15-20 капель 50% спиртовой настойки прополиса в двух третях стакана теплой воды, хорошо размешав ложкой и тщательно полощайте рот в течение 10 минут к ряду, периодически выплевывая в раковину старые растворы и отхлебывая свежие растворы стакана. Так каждый вечер. Тогда микроповреждения мали никогда не перерастут в кариес. Этот природный клей и антисептик не даст развиваться ночью патогенным бактериям во рту и между зубов, и между деснами, нигде. Это профилактика лечения заболеваний десен и не только. Помимо этого можно и желательно в середине дня и после еды, когда нет возможности почистить рот зубной щеткой, просто жуйте прополис и забрус. Будет как жвачка и это легко войдет в полезную привычку. Ведь и при оголении шеек зубов, при опущении десен прополис первое дело. Обеззараживание прополисом это и профилактика гайморита, ларингита и прочих заболеваний. При оголении шейки зуба стоит в середине дня полоскать полость рта кунжутным маслом 5-10 минут, по той же схеме, что я говорил выше. И еще полоскать рот следующим настоем. Корень лопуха. На одну порцию приема взять одну столовую ложку измельченного корня лопуха, залить стаканом 80-градусной воды, настоять 1-2 часа в термосе, отжать и полоскать в теплом виде полость рта таким стаканом настойки минут по 10. Так 3 раза в день, 2-3 недели к ряду. Можно 3 порции приготовить на один текущий день сразу. Травы внутрь принимать, пить следующий. Тысячелестник, зверобой, иван-чай, мяту. Можно делать сборы этих трав. Нужно изменить питание и ввести в него те компоненты и продукты, о которых я рассказываю дальше. Да, перед сном и не только. Можно чистить зубы мягкой щеткой с измельченной до пыли каменной солью. Нужно измельчить ее в кофемолке или в мини-блендере, или растереть пестиком в ступке. Надо нанести соль на мокрую зубную щетку, почистить зубы, смыть, прополоскав рот, и на 5 минут нанести соль на зубы еще раз, как бы припудрить зубы солевым порошком, подержав 5, лучше 15 минут, не проглатывая соль только со слюной, а потом прополоскать рот и уже сделать то, что я рекомендовал выше по настойке прополиса. Это будет идеальная гигиена полости рта. Зубов. Да, очень важный момент хочу сказать. Я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой данный вот этот канал. Кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео, которые периодически выходят. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на вашу почту. И уже не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Также я прошу поделиться моими видео, если вы сочтете это необходимым. Если они вам понравятся, вы поймете, что для людей они важны. С друзьями, знакомыми, родственниками. Подпишитесь на мои также сайты по здоровью и на сайт по продуктам надгор.ру, если сочтете это нужным. Продолжение темы о гигиене полости рта. Есть предубеждения и ошибки и на сыроедении. В том, например, что коли человек на живом питании, то и зубы чистить не нужно. Это в корень неверно. Если только вы не йог, проживающий в Индии, который питается преимущественно кокосами. Да и там разжевывают специальные веточки некоторых видов растений и используют их волокнистые структуры, как зубную щетку. Зубной порошок или пасту можно делать самим. Об этом далее я подробно расскажу, как и из чего можно сделать лучшую пасту самостоятельно. А зубная нить нужна тоже. Или используйте изломанные деревянные зубочистки, расколотые до тонкого острия, вместо нити. Нельзя пить молоко, есть творог и прочие молочные продукты. Вы удивитесь, конечно, если вы не мой постоянный зритель. А ничего удивительного тут нет. Посмотрите мои лекции, прочтите мои статьи про молоко и молочные продукты. И тогда вы уже не удивитесь тому факту статистики, что, к примеру, в странах, где исторически было развито молочное животноводство, Норвегия, Швеция, Дания, самый высокий процент остеопороза в мире, отчего врачи неучи прописывают до сих пор по своей вере и привычке работы, а вовсе не по знаниям, пить молоко и есть творог. Изучите этот вопрос беспристрастно, дорогие друзья. Вот эти видео и статьи. По ссылкам они будут под видео. Итак, питание. Поймите и знайте, кто не знал и не думал об этом, что именно кровь переносит все питательные вещества, то есть минералы, во все клетки и ткани нашего организма, в том числе и в зубную ткань, обновляя ее постоянно на протяжении всей жизни человека, и по крайней мере на протяжении всего срока жизни данного конкретного зуба. Именно через кровь в костную ткань переносятся все ее составляющие компоненты, то есть минералы и иные вспомогательные для построения и обновления костной ткани вещества. Какие продукты нужны для зубов? Ну, во-первых, это брокколи, редька, репа, турнефс, брюква, клубный топинамбу, роботат, вся зелень от шпината и сныти до кинзы и крапивы, современные люди забыли о дикоросах, и это очень плохо. Необходимы, конечно, и ягоды, особенно лесные, и орехи местные, или кедровый, грецкий фундук, особенно медвежий орех, полезен. Мед, вопреки предубеждениям некоторых доморощенных умников, не опасен для зубов, а напротив полезен, но только если этот мед натуральный, диких пчел, то есть бортневой или искалот, собранный за весь сезон, а особенно перезимовавший с пчелами в колодах, то есть полностью созревший, ферментированный, полезный для зубов и перга, и забрус. Квашеная капуста также полезна, полезна и ферментированная пища, живая растительная ферментированная пища. Магний, кремний, медь, железо, марганец и другие минералы крайне важны для всего организма, в том числе для костной ткани, естественной для зубов. Современные беременные кормящие женщины недополучают эти другие макро, в особенности микроэлементы из теперешней пищи. Таким образом, со временем накапливается тотальный поголовный дефицит минералов, потому и разрушаются зубы, волосы, ногти. Ведь природа обязана направить все элементы питания плоду, в первую очередь ему, невзирая даже на разрушение организма матери. Этот недостаток минералов из пищи связан с обеднением всех типов почв во всех регионах России и мира. Подробно смотрите о причинах этих бедствий в моих лекциях по экологии, это жизненно важно знать каждому из вас. И такой недостаток питательных веществ наблюдается, даже если матери потребляют в пищу только органическую и разнообразную продукцию. Поэтому я непременно рекомендую не разрушать свой организм, не рисковать, не убивать свой резерв жизни, подрывая здоровье. А воспользоваться моим советом для укрепления зубов в том числе, тогда потребляйте вот эти три уникальных суперпродукта. Это фукус, но только гелеобразная натив форма, сок проростка в пшенице и дикую спирулину. Из воды вы не получите минералы, знаете об этом. Они ведь там содержатся в неорганической форме. Воду надо пить дистиллированную или после обратного осмоса. А минералы получать из живой термически неубитой, необработанной пищи. Я подобрал идеальную комбинацию таких продуктов, которые дадут организму вообще все элементы питания, необходимые для него. Дозы потребления я указываю для взрослых людей. Детям же нужно делить норму потребления в то количество раз, в какой их масса тела меньше массы взрослого человека, равной примерно 60 килограммам. Это, во-первых, фукус натив в гелеобразной форме. Сухие водоросли не дадут вам почти ничего. Смотрите эти два видео и поймете все сами. Потреблять его надо по 5-6 столовых ложек со средним верхом, где-то за 1,5-2 часа до завтрака. И на ночь, прямо на ночь по 2 столовые ложки среднего верха. На один текущий месяц лечения должно уходить 5 банок не менее. Идеальный курс 2-3 месяца подряд. Профилактика. Три раза в год по 1,5-2 месяца. Второй продукт это именно дикая, я подчеркиваю, дикая спирулина. Либо в порошке, либо в таблетках. У нас есть и такая, и такая. Если в порошке, то начать надо с 1 чайной ложки 2 раза в день во время еды, именно во время. И увеличив со второй недели примерно до 2-4 чайных ложек 2 раза в день во время еды. В зависимости от вашего веса. Если в таблетках будете применять, то по 7-8 штук до 15-20 штук в день 2 раза в день также. Помните, там 68% белка. Все незаменимые аминокислоты и почти вся группа витаминов В, включая противоопухолевый витамин В17, лайтрил. На 1 месяц вам потребуется примерно 1 кг. Третий уникальный суперпродукт это сок проростка пшеницы. Нужно или выращивать проростки самому до первого листа, примерно 10-12 см длины. Или покупать готовые коврики из проростков и отжимать сок, выжимать на двухшнековые соковыжималки ручной. Или покупать замороженный сок, но тут есть проблемы перевозки и хранения. Или можно приобретать у нас в виде вакуумных таблеток вообще без потери качеств и свойств только что отжатого сока. Потреблять надо по 4 таблетки 1, а лучше 2 раза в день за 10-60 минут вот в этом диапазоне до еды запивая воду. Или после еды через час-полтора в этом диапазоне. Если вы будете потреблять 2 раза в день, что гораздо лучше для больных людей, то вам потребуется 4 баночки на 1 текущий месяц лечения. Если 4 таблетки в день 1 раз, всего то 2 баночки на 1 месяц. Так вот, комбинируя эти 3 уникальных продукта, плюс проростки амаранта, которые я советую проращивать, кунжута, глазёрного овса, вы получите всё, что только есть на нашей планете из элементов питания, ну разве что кроме витамина В12. Но вы просто посмотрите мою лекцию про витамин В12 и поймёте. Всё, что вам нужно будет знать, об этом вы услышите в лекции. Что касается витамина Д3, он есть, кстати, в соке проростка пшеницы, в белых грибах. Есть он в нашем препарате гриббалетус. А витамин К и К2 не только синтезируются нашей здоровой кишечной микрофлорой, но и содержится в брокколи, шпинате, в больших количествах. Кстати, они тоже есть у нас в ассортименте производимых нами продуктов в виде вакуумного мелко измельчённого порошка. В крайнем случае можно потреблять эти витамины в виде промышленных монопрепаратов, только не поливитаминов. И ещё, ищите в этом случае тогда только органического синтеза витамины. Хотя, конечно, лучше получать все эти питательные вещества из натуральных продуктов. Однако, я должен был сказать и об этом. О фукусе обязательно посмотрите вот эти два видео. Обязательно проращивайте. И сами потребляйте 5-6-дневные проростки кунжута, мака, амаранта, глазёрного овса. А обязательно смотрите мою лекцию дисбактериоза. Поймёте, как и почему необходимы в ежедневном питании проростки. Пихтовый экстракт я очень рекомендую применять курсами по 3 месяца 2 раза в год. Подробнее о его потреблении смотрите описание у нас на сайте под этим товаром. Особое внимание. Дорогие друзья, слюны и железы выделяют паротин, который стимулирует движение дентальной, то есть внутри зубной лимфы по микроканальцам. Эта жидкость очищает зубную ткань, знаете это. Ведь лимфа это канализация нашего организма, как я уже неоднократно говорил в своих разнообразных лекциях. А она, то есть лимфа, есть во всех живых тканях любого живого организма высшего животного. Обязательно посмотрите эту мою лекцию по лимфатической системе. А паротин что такое? Это полипептидный гормон околоушной слюной железы. Это инсулиноподобный белок. Он вырабатывается в клетках гранулярного отдела протоков слюных желез. Если же люди едят неестественные для человека, не существующие в природе продукты, химические продукты, то слюные железы прекращают вырабатывать должное количество паротина. И тогда ухудшается лимфодренаж. И соответственно очистка внутренних тканей зубов от самих же продуктов метаболизма, своего внутреннего метаболизма. Тогда начинается разрушение зуба изнутри и снаружи. Бывают и камни в слюных железах. Камни слюных желез в заболевании называются сиалол и тиас, то есть слюнокаменная болезнь. Это единичные или множественные минеральные образования, закупоривающие протоки слюных желез. Сейчас это заболевание встречается часто, особенно у любителей жареного и минеральной, минерализованной воды. Потому и питание должно быть естественным, и массаж слюных желез необходимо проводить ежедневно в виде полоскания рта маслом с большой амплитудой движения языка во рту. Как я говорил, а воду, какую воду следует пить, обязательно смотрите подборку вот этих моих лекций по ссылкам по воде. Это очень важно. Вот что еще необходимо знать каждому человеку. Фитиновая кислота является запасником фосфора в растениях. То есть эта кислота в себе имеет фосфор, а молекулы фосфора крепко удерживают иные минералы в растениях. Много фитиновой кислоты в оболочках зерен злаков, но фосфор там, так необходимый для костной ткани, в злаках не биодоступен, пока они, зерна, семена не начали прорастать. То есть минералы почти не будут доступны именно в цельных злаках, в сухих семенах. Фитиновая кислота крупы мюсли, то есть давленных злаков, ухудшает всасывание не только фосфора, но и всех вообще, всех минералов, так необходимых для зубов и для других костей. Это к вопросу о новомодной диете, так называемой макробиотике, о которой вещают всякие неучи и попрыгушки, где основа питания это крупные вареные каши. Это ужас просто. Еще раз, не только из подобной пищи вы не получите многие минералы, содержащиеся в злаках, поедая мюсли и цельные крупы, злаки, но еще вот что будет. Фитиновая кислота, попав в организм с этими съеденными злаками, сделает небиодоступным для усвоения организма другие минералы, полученные из другой пищи в это время. Вот в чем дело. Таким образом, со временем в организме будет нарастать дефицит минералов. Не ешьте каши и мюсли никогда, а уж если вам очень хочется, не можется, то сделайте ваши каши таким образом, как это делали неграмотные бабушки столетия назад. Вымочите в течение суток эти крупы, злаки в воде при комнатной температуре, сливая воду, подливая и меняя на новую воду хотя бы раза три в день. Тогда концентрация фитиновой кислоты там снизится во много раз. Вот такой хитрый совет я вам дам в данном случае. И все же помните, в проростках семян идет синтез многих витаминов, в том числе витамина С, который не только является сильным антиоксидантом, но еще и нивелирует отрицательные свойства фитиновой кислоты. Поэтому ешьте проростки. Не стоит налегать на каши, а вот на проростки семян стоит, да еще как. Промышленная зубная паста и проблемы с ней связаны. Первое. Фтор. В 1967 году были опубликованы американские статьи, что фторид натрий, являющийся, кстати, отходом производства алюминия, очень полезен для зубов. После этого промышленники стали этот фтор добавлять в воду в систему водоснабжения городов, а потом уже и в зубные пасты почти по всему миру. Соединения фтора, фториды, токсичны для бактерий, это факт, но они ядовиты не только для бактерий, включая полезных, но и для всего живого на нашей планете, для всего нашего организма в целом и для каждого отдельно взятого органа в человеке в отдельности. Фтор не противостоит кариусу, это ложь, но зато он входит в состав многих крысиных ядов. Так шло время и уже в 1977 году. Национальным институтом рака в США была доказана связь применения фторидов и образования разных типов рака. Но до сих пор две трети воды течет из водопровода у американцев с фтором. Шишковидную железу, то есть эпифис, третий глаз, затормаживает в своих возможностях именно фтор. Вследствие его применения ухудшается, а затем и почти полностью утрачивается память, как и природное чутье, предчувствие, интуиция, и прогрессирует деградация личности и населения в целом. Если людей поить водой с повышенным содержанием фтора, то они становятся вялыми, апатичными, безразличными, замедляется или вовсе прекращается духовное развитие человека. Естественное усвоение фтора, дорогие друзья, происходит с продуктами питания и только с ними, и только в органической, хилатной форме, а не в химически чистых, неорганических соединениях и веществах в той же воде или любом продукте, синтетическом. Так происходит в природе и только так. Афторит натрия – чрезвычайно опасный токсин. Разовая доза 3-4 грамма в виде инъекций – неминуемая смерть. Он накапливается в организме, и он является опаснее свинца. В одном тюбике зубной пасты среднего размера фтора содержится столько, чтобы его хватило для убийства 3-4-летнего ребенка. Фтор входит в состав многих паст, даже где указывается, что его там нет вот так-то. Ведь есть хитрые юридические обманки, приемы, как это сделать. Как, к примеру, с ГМО, когда сам трансгенный продукт не добавляют в товар, скажем, пищевой крем или мусс, но, скажем, кукуруза в составе этого крема или мусса была генномодифицированная, тогда этот продукт – товар. Не считается ГМО Де Юра. Хитро придумано? Думаю, да, хитро. Второе. Есть еще страшные вещества, содержащиеся в пасте помимо фтора. О них вы можете подробно узнать по ссылке под видео и сопоставлять с тем, что увидите на пастах в надписях, что там содержится. Так вот, название будет этой, как бы, статьи, выжимки, о вредных ингредиентах косметики. Но сейчас я перечислю некоторые из них. Во-первых, это сорбитол. Это синтетический токсичный подсластитель или его аналоги. Это антибиотик триклозан. Он убивает все, и вредную, полезную микрофлору любую. Лаурилсульфат – это пенообразователь. Он применяется также в химических гелях для ванн, моющих средствах для авто, мытья полов и так далее. Он накапливается, чтобы вы знали, в головном мозге, в печени и других органах, вызывая болезни глаз. Он убивает память, нарушает процесс биосинтеза белка в клетках, кстати, имейте это в виду. А потом люди удивляются, что идет истощение, при том, что человек вроде бы более-менее правильно питается и так далее. Это одна из причин, знайте об этом. Есть в зубных пастах и десятки прочих ядовитых веществ, типа ароматизаторов, консервантов, красителей с разными номерами. Потому никогда не покупайте химические зубные пасты, тем более с вкусами ягод и тому подобное. Часть отравляющих веществ всегда поступит в кровь при чистке зубов сразу, часть с несмытыми остатками после. Ведь их невозможно смыть полностью полосканием рта. А малые дети так вообще не просто глотают часть пасты, что и приводит их к заторможенному умственному развитию в том числе. Думайте, что творите, дорогие товарищи. Не все, что продается в магазинах, безвредно. Хватит уже иллюзий. Сахар, химические шипучие напитки, они являются кислотами и потому есть растворители зубов и костей, помните об этом. Кто не знал, в их состав входит, например, ортофосфорная кислота. Смотрите мое видео о сахаре обязательно. Никаких химических подсластителей не используйте. Но в конце концов есть фрукты, наконец есть сироп топинамбуру, виноградный, живой, сыроедный, сироп для подслащивания, чего бы то ни было. Сигаретный дым уж понятно. Даже от электронных сигарет очень сильный фактор разрушения зубов, как и всего организма, помните и об этом. Меньше ешьте вареного и жареного, а лучше совсем исключите эту неестественную мертвую пищу из своего рациона. Отбеливание зубов своими силами. Чистой перекисью водорода, как кто-то мог где-то слышать, и тем более постоянно, отбеливать зубы нельзя. Это сильный окислитель, и со временем эффект будет обратный. Из-за уничтожения органических компонентов как самой эмали, так и слоев зубной ткани под ней. А вот сделать лучшую смесь для отбеливания и применять ее курсами по 2-3 дня подряд, а не постоянно. Можно вот так. Приготовление смеси заключается в смешивании в равных пропорциях раствора перекиси водорода 3% и обычной пищевой соды. Надо хорошо размешать полученную смесь. В результате должна получиться мягкая нежная кашица. Именно она используется для отбеливания. Однако не стоит пользоваться щеткой для чистки, если только она не с очень нежной щетиной, так как это будет слишком сильное агрессивное воздействие на эмаль. Смесь эту аккуратно с помощью ватной палочки или пальца можно и нужно просто нанести на поверхность зуба всех зубов, стараясь при этом не задеть мягкие ткани, слизистые и десен, чтобы избежать возможных повреждений. Смесь эту держать нужно около 3-5 минут, немного массируя, после чего полностью смыть водой комнатной температуры, прополоскать рот. Завершить же полностью процедуру стоит чисткой зубов, зубной пастой или полосканием водой. Можно потом натереть зубы кокосовым маслом. Кстати, это лучшая защита от микроповреждений эмали и очень хороший природный антисептик тоже. Есть вот такой вариант, кстати. Можно использовать соду и кокосовое масло в равных пропорциях. Это кашица очень хороший природный отбеливатель. Да, для зубов вредны любые агрессивные среды. Помните, даже соки, особенно цитрусовые или вот любые другие фруктовые, сладкие, их нужно пить только через соломинку. А уж если пьете обычно, то быстро выпить и сразу полоскать рот с содой или чистить зубы. Конечно же, не пейте кофе. Это сильнейший закислитель и разрушитель костной ткани. Скорая помощь при зубной боли. Лучшие средства против зубной боли, как скорая помощь, это луковый сок или кашица луковая. Держать ее надо несколько минут на зубах и вокруг десен. А также календула, ромашка, зверобой. Их можно смешать поровну. И по одной столовой ложке вот этой готовой смеси брать на один стакан воды, 80 примерно градусов. Настаивать в термосе около часа или чуть более. И после еды полоскать по 5-10 минут этим настоем. Видео о воде, о приборах, меняющих физико-химические свойства воды, обязательно посмотрите после просмотра данного видео. Например, вот это чудо-вода творит чудеса. Выращивание новых зубов во взрослом и любом возрасте. Самовосстанавливаться могут все ткани организма, а не только мышечная ткань. Сами подумайте, кости сращиваются при переломах? Да, конечно. А значит, и не удивляйтесь тому, что и зубная ткань, костная ткань зубная, способна к росту, делению, обновлению и к регенерации. Это заложено самой природой. Да мы сами эти возможности, как и многие другие, в себе убиваем своим неестественным образом жизни и питанием. Неужели вы не слышали о случаях роста новых зубов на месте удаленных или выпавших в преклонных годах? Я так знаю множество таких случаев лично. В интернете вы можете увидеть таких людей с их историями, случаями, подтвержденными зубными врачами и терапевтами в том числе. Хотите узнать, как можно вырастить новые зубы? Тогда прочтите книгу Михаила Столбова «Как я вырастил новые зубы», которые он потерял в армии. Он вырастил 17 новых зубов в молодом возрасте. Еще и видео в сети вы можете об этом найти. Но учтите все, что я рассказываю в своих лекциях о питании. Это очень важно, ведь питание – это основа основ. От того, что и как мы едим, будет зависеть обменные процессы в каждой клетке организма, в том числе в зубной ткани. Помимо работы с программированием образов на рост новых зубов, что важно, делайте еще массаж десен. Измените питание на живое, пейте овощные соки и зеленые коктейли. Ешьте много зелени и проростки семян. И ешьте то, что я советовал, и суперпродуктов выше. Обязательно. Да, конечно, сейчас уже есть технология, правда, пока еще дорогая, это выращивание новых зубов из стволовых, своих же собственных стволовых клеток организма. Это возможно, но помните, что это не обновление организма, это не омоложение, это не изменение биохимии организма. Не надо расслабляться. Да, это, конечно, достижение цели, но это как с пластической операцией. Вы внешне вроде бы молоды и свежи, а органы и весь организм старый и больной. Ну и теперь, наконец, рецепт лучшей пасты, которую вы можете сделать сами. Так вот, нужно для этого взять следующее. Семь ингредиентов. Первый. Белая глина, 200 грамм. Сода пищевая, 2 столовые ложки. Эфирное масло эвкалипта, или ели, или мяты, буквально 2-3 капли, но это не обязательно. Порошок шалфея или календулы, мелко измельченного, 2 чайные ложки. Кокосовое масло, 1 столовая ложка, либо чуть больше. Соль каменная, сверх малого помола до порошка, 1 чайную ложку и 1 стакан теплой воды. По мере помешивания одного компонента за другим с водой происходит загущение смеси. Если не сильно густой вышла паста, можно досыпать понемножку порошок глины до нужной консистенции. Да, вначале лучше замешивать в глину сухие травы, соду, а затем уже остальное. Если нужно хорошее, но плавное, постепенное отбеливание, добавьте больше соды. Кстати, можно сделать два вида такой пасты. Та, что с большим количеством соды. Не стоит чистить каждый день, а скажем, одну неделю из каждого месяца. А остальным постоянно. Хранить пасту лучше в стеклянной банке, можно даже в тепле, ну не более 5-7 дней. А долгий срок до 2-3 месяцев в холодильнике. Ну что ж, дорогие товарищи, здоровья вам и вашим зубам, берегите их с молоду, все в ваших руках. Теперь вы знаете, теперь не ленитесь, и тогда все у вас получится. Подписывайтесь на мой канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Обязательно делитесь моими видео в соцсетях со своими друзьями, знакомыми и близкими. Вы поможете и им, и всем нам в распространении честных, очень нужных знаний для каждого человека. Несите в мир добро. Всего вам самого лучшего. До новых встреч. До свидания.